а сегодня всем большой привет из солнечного петербурга какая у нас сегодня дипная погода стоит как же все-таки настроение зависит от солнца не знаю как у вас но думаю у вас так же у меня так точно зависит вот солнце светит и сразу настроение отличные бодрости уже хочется жить и много-много всего успеть сделать сегодня я этим и занимаюсь поэтому просто обычный влог сегодня снимать наверное не буду может быть увидимся с вами завтра а сейчас я успела смонтировать небольшой кусочек путешествия наших ребят по таиланду еще пока чан май но много-много нового интересного и красивого сегодня вы увидите поехали раз я блогерствую должен наверно что-то пояснять мы приехали в нем он это местные молодежные современный район чан мая мы идем в поиске какого-то местного модного рыночка мы нашли модный рыночек все пишут будете тут ходите сюда пока это больше похоже на модный фудкорт но наверное модный фудкорт это же то что нам надо о вон туда это видимо модный фудкорт это окончание а модный рыночек там они 2024 назадом наперед написали если что это шутка пассаж причем мы называют тайским питером а да его называют новгородом дать я не знаю слышно ли было машу поэтому повторю если не было слышно надо вставить чем мы называют новгородом потому что по факту чем мы переводится как новый город но по сути это культурная столица таиланда поэтому фактически это скорее питер это такой рыночек где местные дизайнеры продают и местные рукоделы по миллион бат да это дорого и тут просто скорее поглазить угу но тут по крайней мере все другое элефант пупу пейпер магазин называется туалетная бумага слона а это наверно это действительно из какашек слона все сделано я понимаю что креативно но вероятнее всего это когда-то было в желудке у слона вот это прям посередине прям какашки цветают о да слушай действительно это причем здесь смотри слоновья лошадиные как и френч бог узбекистан и как каитален на тайском это вот так потрясающе не туалетная бумага слона но это я попытался культурно перевести а дословно какашка-какашка бумага они даже не шифровали да даже не пытались очень классно вау кстати сатабад это даже терпимо да это классно это свуден зипа да ну нет на самом деле сама по себе зипа стоит в среднем рубля 3 так что это даже нормально ну там наверняка не зипа какой-нибудь китайский аналог но ты просто достаешь такую зажигалку правда для этого у тебя должен быть огромный какой отдельный карман просто гигантский классные шкатулочки это действительно слушай это правда деревянные очки это очки из фанеры если быть точным вау да потому что часто когда ты видишь деревянные очки они не деревянные а пластмассовые сделанные под дерево но это правда фанера деревянные часы еще деревянные зажигалки еще деревянные часы деревянные очки это это вообще прикольно смотрите это все классно тут очень много всякой разной красотищи я даже не знаю наверно не столько тайская сколько индонезийская мебель еще тут невероятно дорогая ля марзокко и такая же дорогая витариат руина это такая кофемашина наверно миллиона полтора стоит и кофемалка еще 1200 200 дверь просто потрясающая такую правда в чемодон на 24 килограмма не положишь да и вряд ли она продается даже если бы она продавалась у меня просто не столько денег ну 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 любимые ручки для мебели очень классные разукрашенные слойники а дорогущая кофемашина стоит постольку поскольку холдеры уже покрылись пылью эх живая музыка и снова еда ура-а-а-а-х да да там на вторых этажах тоже всякие модные модные модности правда отличатンピитера на второй этаж здесь ведет эскалатор ботерброд с кремом и клубникой Это играет ребенок. Это ребенок. Это играет ребенок. Это ребенок. Это ребенок. Это лазанья. Тут снова много всего необычного для тайских рынков. Ребень рынков. Харчевень. Да, жареное мясо. Но жареное мясо не часто бывает, но это красиво. Они здесь фанаты ребрышек. В основном они делают не стейки, а именно ребрышки. А вот эти вот штуки я каждый раз очень боюсь даже смотреть. Каканат 80 бат в данном случае, да. Эх, тут были такие каканаты. Да не, не, не. Все это... Возможно. О, смотри. Это же бейглы. Нет, это бургеры. И сейчас все осталось. Извините. 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 О, смотри, что просто с ума сойдешь. Даже ценники, ну они большие, но они адекватные. И все выглядит очень вкусно, но... Очень большая шопер сумка. Извините. Сн-са-сун, сун-са-сун. Что-то там. Наверно, да, да. Музыка затихла, и я потерялся в пространстве, куда мне идти. И еще меня смутил этот божественный бургер, конечно. Походите на эти калаи? Не-не-не-не-не. Все в порядке. Я думаю, ждать полчаса там очень много народу. Крафт кола. Они хотят, чтобы я сегодня просто захлебнулся слюнями. Family bakery 25-35 бат. Эта сумка не кроме кун какой-то. Она невероятно наверняка тяжелая, а вот это лицо, оно деревянное. Это дерево и это дерево. Ужас. Маленькие холодильники с кока-колой. Маленькая макашница, а ты отдельно свой холодильник можешь запить маленькой кока-колой. Маленькими чипсиками. Просто так, видимо, я не знаю. Просто забавная. Вот макашница, например. О, это шкатулочки. А вот шкатулочки с кучей ящичков. Пахнет дурианом, да? А, это магазин дуриана. Я подумал, откуда так ужасно воняет? Это магазин дуриана. Точнее, это кафе дуриана даже. Здесь можно съесть дуриан. О, господи. Вот это запах. В общем, тут есть шейки с дурианой, в принципе, видимо, все из дуриана. Меню из дуриана. Из дуриана? Дуриан смузи. Дуриан смузи. Кстати, даже терпим. О, мороженое. Мороженое из дуриана. Я хочу мороженое. Да, возьми. Дуриан сноу. А, вот тут есть дуриана. Короче, кафешка. Можно мороженое? Да, возьми мороженое. Хочешь, может, лучше взять. Не, я хочу мороженое. Мороженое. У них тут очень-очень хорошо работает кондиционер. И в целом запах как бы не спертый. То есть, дышать можно. Но он очень насыщенно дуриановый. И я сейчас сижу и пытаюсь его как бы осознать. То есть, чтобы полюбить дуриан, нужно каким-то образом прийти к дуриану, видимо. Пытаюсь найти в нем ванильную сладость, которую вся описывает. Но вага это пахнет ужасно. Пойдем. Маша взяла дуриановое мороженое. Можем тут выйти, там есть. Давай. Вкусно? Да. Я попробовал, но я, наверное, больше не смогу. Мне, видимо, нужно теперь что-то съесть, чтобы забить этот прекрасный дуриановый вкус. Ух ты! А, ну мы возвращаемся. Пойдем туда, на первый рыночек. Посмотрим, что там. Тут, кстати, очень человеческие цены. Смотри, мисс Ромен 80 бат. Странно, там рынок, палатки. И в палатках все дороже, чем тут. Здесь постоянно стоящие заведения, такого классического уже для нас формата. А и при этом здесь куда меньше народу, намного меньше. Я не уверен, но это похоже на пенефе. Правда, написано All Punk. Так, я сегодня ужинаю порк лек драй нудлсами, а Маша асифу том ям нудлсами. Проблема в том, что то, из чего их к тебе готовят, выглядит вот так. Они очень часто, где готовят нас, а, видимо, этот бульон действительно варится весь день, не останавливаясь. И яйца тут. И все это лежит, и они постоянно обливают это бульоном. Поэтому, оно не пахнет, к счастью, но выглядит оно... Мы как-то в Праге заказали веприво колено, или как-то так это называлось. Колено, в общем. Я захотел съесть колено. Все говорят, это невероятно вкусно. Я не очень люблю тушеное мясо. Ей водоел, мне было плохо. И с тех пор я такого вот тушеного вида мяса очень... Сложно, сложно, да. Ну и выглядит это очень сложно. У них обычно все заготовлено. Поэтому, если нету какой-то в очереди, то готовка происходит просто категорически быстро. Мне эту тарелку сделали, я не знаю, минуты за две, наверное, если не меньше. Не успеваешь отойти от кассы, и как сейчас и машин суп будет готов. Вон там мясо варится. О, машин суп готов. Прекрасно. Мне готовят смузи. Они наливают грамм сорок молока. И еще грамм сорок какой-то сгущенки, видимо, сахарного сиропа. Туда лед. И, собственно, кокосовую воду, которая у них хранится в больших контейнерах. Такой ужин 300 бат. Чуть дороже, чем обычно, но вообще-то отлично. Макароны и суп по 80, кокос 80, шейк 70. 300 бат это рублей 800 примерно. Да, они легенькие, кстати. 890 бат. Ну, нормально. Это какие-то тайские бренды. Наши тут смотрят всякое разное. А вот это вот Равипа. Это какие-то женские кулончики с крутяшками. Я забыл, как этот торговый центр называется. Господи. У него такое звучное название. Но я так понимаю, это главный торговый центр в Чангмай. И он не очень большой, но довольно милый, аккуратный, красивый. Я спал. А я сегодня нихрена не спал. Там есть еще какой-то подвальный этаж, туда все спускаются, но я не знаю, что там. Или мы уже домой едем? Не, не едем, пойдем посмотрим. А, в подвале, в Таиланде почему-то в торговых центрах еда находится в подвале. У нас этот на последнем этаже, а у них наоборот на минус первом. Здесь всегда много вот этих вот рыночка. Да, сейчас уже закрыто. Сабай-сабай, 9 вечера, да, и пора домой. Уже, извините. Но... Валентайн-с-дэй, 1 подушка плюс 1 подушка равно подарочная подушка. Три подушки кинуете? Мне кажется, или меня кидают. Валентайн-с-дэй... А, стоп, 14 февраля. Я хотел сказать, Валентайн-с-дэй был год назад. Да, действительно. День Святого Валентина был год назад. Если вам кто-то скажет, что... Поздравляем мне с Днем Святого Валентина, скажите ему, что он вас кидает. Да, год назад уже поздравляли. Тут вообще весь торговый центр немножко в формате рынка построен. Мне кажется, у них все. Ну да, наверное, все у них так построены, действительно. Че я тут выпендриваюсь своими глубинными познаниями. Вот, скетчерсы. Да, пойдем. Уф-уф-уф-уф. Спойлер. Это будет несуразно дорого. For example. У меня есть любимые скетчерсовские кроссовки. Примерно вот такого рода. Я в них хожу уже два года. Это женские. А, это женские? Да. Ну ладно, женские. У меня мужские, у меня не женские, знаете. об этом. У женщин нет 45-го размера ноги. Я купил их у нас за 3000 рублей. 3200, если я не ошибаюсь, это стоило. Здесь это будет стоить... 3000 бат. Бат к рублю 2,6. То есть, это... Примерно... 8... 8000, да. Плохо. Грустно. И невкусно. 3,290. Не, я могу ошибаться, конечно. Может, это мне так повезло, или еще что-то. Вот такие у меня примерно. Почти один в один. Интересно, о чем отличается 2,090 от 2,990. А, это сейл? Да, действительно. Это уже 2000 бат. Но это все равно много. Гиперпилларс. Это гиперстолбики. Мягенькие? Нет. Ну, ладно. А скетчер все равно самые удобные кроссовки. В общем, проблема, да, в том, что вот ехать на шопинг в Таиланд сейчас с нашим курсом, это гиблое занятие. Абсолютно. Может, в прошлые времена и было интересно? Да, но у них цены на все практически как будто бы один к одному к рублю. Ну, а только курс 2,6. То есть стабильно все. Ну, не в 2,6 раза, конечно, дороже, но в 2 точно. Что Uniqlo, что H&M, что... Да все, в принципе. Дуриан, да. Ну, уточки нет. Мне очень нравятся шлепки у скетчерсов. Вот эти вот. Меня очень сильно душит жаба, но они безумно удобные. Ощущение, будто по облачку ходишь. Ну, собственно, как и у всего у скетчерсов. Ну, это... А, тут они даже бесценны. Что-то это 1600 или 1800 бат. Да, 1800. 1800 бат это... Почти пятак. Пятак за шлепки, которые я порву через месяц, это очень много. И в конце всего мы снова врываемся на цветочный фестиваль. Тут все перегорожено. И стало более цветочно. О, да, там парад машин с сегодняшнего парада. В общем, припаркованы машины с фестиваля, который мы утром смотрели. О, вот это самая сумасшедшая, на мой взгляд, была. Они тут стоят, как огромные танки. Только это не танки, а большие цветочные машины. Очень прикольно. Вся улица до конца. Я даже горизонту не вижу, где эти машины заканчиваются. Их очень много. И вот каждая из этих машин целиком из цветочков. Ура! У меня появился шанс заглянуть внутрь, как это устроено. Внутри пикап. Снаружи цветы. Но не все из них. Я видел некоторые базы, которые действительно похожи на огромные танки. Я не знаю, это объяснить. Ну, не на гусеницах, на колесах. Но какие-то из этих тележек прямо заточены под это дело. Это все орхидеи. А в парке уже выключили свет? Мы видим. Да, 10 часов вечера мы пришли уже к закату праздника. Да, хватит гулять, пора спать. Вот это вот прям вообще просто такая работа. А вот это живые цветы, да, тоже? Да, это живые цветы. Вон каждый на пенопласте. А, ну да. Да, не каждый. Видимо, машина из пенопласта. Действительно. И каждый из этих цветочков приколот на зубочисточку. С ума сойдешь. Я думаю, что это приклеено. Я думаю, что это приклеено. Зубочисто. Да, это тоже цветочки. И это все цветочки. Бешено. Да, это все живые цветы. Да. Ты прикинь, этой машины через 3 дня уже, ну, все. Да, завтра, наверное, уже заедет. А, ну да, уже экраны потушили все это. Выходи, глупый турист. Да. Спать, да. Тут у кого-то бюджетная, скажем, машина. Да не, я имею в виду, что. Да, да, да. А вот эта очень дорогая машина. Ну, слоны, понятно, не из цветов. Они из риса. Слон из пенопластики. И рис. Нет, это кунжут. А, кунжут, да. Это кунжутовый слон. Ну, а вот эта, это уже цветы. Судя по всему, эту машину не успели доклеить. Дракон начался. А это, видимо, ну, да, Маша правильно сказала, это грунт. И вот тут термосопли, на которые клеятся эти, это елочки. Это маленькие еловые веточки, похоже. Ну, или что-то такое, я не знаю, кипарис или, ну, это что-то живое. И вот ее начали клеить. Но не успели. Весь дракон размечен. Но не отклеен. И сверху тоже не завершена. Судя по всему, эти машины вообще, наверное, ночью сегодня клеили. Или там, я не знаю, вчера вечером. Потому что цветы уже вянут. Ну, да, и стоят на жаре, конечно. Но она бы в любом случае... Блин, это же еще нужно какое-то помещение, где они все это делают. Это, наверное, должно все охлаждаться, там, увлажняться. Жуть. Да, черепашка. Черепашка тоже не сделанная. Не, я думаю, что черепашка норм. Да? А, ну, может, слоники, да, тоже норм. Э-э-э, сленик. Э-э-э, сленик. Э-э, ротик слоника. Весе слева. Вот это все, Влад, я не знаю, сколько. Это все орхидеи. А-а-а. Очень пахнет цветами. А-а-а. Музыка Я снял до поворота машины Вот мы дошли до этого поворота И они еще туда направо уходят, уходят, уходят Детей забыли Вот смотри, вот это, кроме коней и фигуры Будды Да, да Вся целиком в цветах, абсолютно Вот там где-то фигурки и там маленькие какие-то, но домик, все из цветов Да, 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 зонтики, все тоже, все цветы Жуть Мы дошли до последней машины Я не знаю сколько их тут, наверное штук 20 может быть Какое-то бешеное количество Мы на параде не достояли до самого конца даже, потому что мы просто устали стоять Не потому что было скучно Не потому что было скучно, просто мы 3 часа уже стояли Становилось жарко, да О, там был пикап А тут это действительно какая-то интересная хрень То есть вон кардан, вон выхлоп А здесь пламмотор Я не очень понимаю, где должен сидеть водитель, но это что-то интересное Огромные такие барабанные тормоза Наверное, это что-то военное У водителя, видимо, где-то вот там должен быть его водительский кокпит Ты позоришь меня Я позорю Машу Ко мне подошел сейчас парень из такой типа инженер Так что Владик инженер Я инженер Инжир, я бы сказал даже Катается Прокатись еще Хотели взять в аренду Такой мопедик Но он только на одного человека А как у нас Забронировать С одного аккаунта два Он не дает Несовершенная тайская система Поэтому Владик вот катается И мы идем пешком Прикольно? Да, прикольно Очень забавно Раз уж я блогер Утро начинается с того, что мы приехали В деревню, которая занимается деревом Как бы это ни звучало Больше аутентичности Еще раз, это очень домашний ресторан Настолько, что, видимо, здесь прям дети играют А готовят они только каосой У меня свининый У Маши куриный У них нету ничего, кроме каосой и воды И это классно Шкатулочная Да, реально недорого То есть 1450 За такой сундучища За такой сундучища Да Да Очень классно Тут много вон таких вот маленьких ящичков Жаль, что такой не увезешь с собой Вот были бы мы на машине Да Вы бы все забрали Вот ключница 320 бат Или где-то рублей 800 Так вот, я был голодный и злой и не рассказал А теперь я не голодный и не злой и расскажу Мы приехали в Бан Типмани Это деревня, которая занимается Резкой по дереву Ну и столяркой плюс Тут очень много тика и всякого такого И, соответственно, очень много красивых деревяшечек И оно, насколько я понимаю, все стоит очень адекватных денег 2200 стоит Вот, например, вот такой столик Понятно, что это небольшой столик за 6000 рублей Но он, ну Столярно сделанный столик Интересно, сколько такой стоит Очень классно выглядит Очень аккуратный Хороший стол такой Кстати, завтрак из двух Том Каусой был умопомрачительно дешевым За два супа и две воды мы заплатили ровно 100 бат Это 250 рублей Да, вдвоем мы поели Поэтому я купил себе еще булочку Уже в другом месте Все-таки та кафе была Мы на кухне, если так можно выразиться Булочка стоит еще 10 бат Ужас, я тут разорюсь Какие потрясающие Не знаю, табуретки это, наверное 1300 бат Это вот такая большая резная штуковина Стоит типа 3000 рублей примерно И совсем большая резная Это уже, наверное, больше на барный стул Или на Какой-нибудь подставку под цветок Вау Вау Это огромного размера бревно Которое просто Оно это не склеено Это именно все резное Да И это все за 1800 Лаком прямо пахнет Есть вон маленькие Типа 750 Правда, жаль, что мы не можем Увезти отсюда что-нибудь Хотя бы чуть-чуть Не, ну я имею в виду совсем-совсем Да Но вот такое мы уже, наверное, не увезем Такая мельница 450 бат 1200 рублей 1300 где-то Нам очень нравятся такие маленькие комодики Оно такое фрезерованная ручечка Класс Жаль, бесценная Интересно было бы узнать Есть бешеное желание найти какую-нибудь такую Резную Я не знаю до сих пор, как это назвать по-человечески Наверняка у этого есть термин Не картина и не панно Да Или я его не знал Или я его забыл Понятия не имею В общем, повесить куда-нибудь на стену Такую классную вещь К нам подошел, я не знаю, продавец или экскурсовод В общем, это все магазин Это все тик Абсолютно все тик Этот магазин открыт 30 лет И здесь сменилось уже 85 резчиков по дереву И вот это Это новые фигуры им 7 дней А вот это уже 30 лет Она стоит здесь Говорит, столетние тиковые деревья примерно Все Сейчас Владик будет Не, это не я буду Это он Мне кажется, он тебе покажет И ты попробуешь Сейчас потренируешься и сделаешь такие штуки Интересно? Да, он довольно Непросто, да? Не так-то просто, как кажется Нет, наоборот Он довольно мягкий Дос А, дед? Дос Ну вот да О-ка! О-ка! Може мне что-то хорошо бороться а а и и а а и и и и и и Так, нам провели экскурсию. Это магазин. Здесь абсолютно все из тика. Это ничего не стоит. И, наверное, мы час там ходили. Это потрясающе. Просто удивительно красиво. Очень много резных вот таких вещей. Но здесь у них снаружи простые стоят, а внутри, которые мастера делали. Магазину 30 лет, в нем сменилось 85 человек. И там внутри очень много панно, которые делали по 3-6 лет. Они огромные, они очень детализированные, стоят по 2-3 миллиона бат. Великолепно. Мы в качестве типсов, потому что это действительно бесплатно. А, мне дали это попробовать постучать. Ну, это не долото, а этим карф. Карф-стамеской. В качестве типсов мы купили небольшое панно за 450 бат. Считай, как билеты. Очень классно. Действительно, это час, наверное, заняло. Мы очень долго там ходили. Тут маслом пахнет везде. Оно все очень-очень свежее. От масла аж блестит еще. Это не лак, это именно масло. И оно все действительно... Ну, кроме вот этого магазина, в котором внутри нельзя было снимать, там все очень дорогое. Вот. Но это понятно, он... Ну, он... Ориентирован на это. В него сюда едут. Да, в него сюда едут. А все остальные магазины, которые стоят рядом, у них все стоит очень-очень-очень адекватных денег. Они прямо на улице здесь сидят и покрывают маслом все вещи, которые продают. Неудобно снимать людей, когда они работают. Но очень хочется иногда. Оу! Оу! Тут все очень стильное. Господи, это 590 бат за такой прелестный комодик. Все, я первый. Повезу, прокрасно. Можем как-нибудь его попробовать. Это уложить. Но я могу еще что-то сделать. Да. Не, правда, если хочешь, купи. Очень классный, кстати, стул. И вот этот. Слушай, и вот этот стул, да. И вообще, в принципе, здесь все очень стильное, да. Хлебница? А, туалет. Туалетный столик? Ты имеешь в виду? А, ну да, типа хлебница. Ну да, это... Тумбочка. Хлебница, да. Тумбочка хлебница, да. Тумбочка хлебница. А вон, смотри, какой классный комодик маленький. Да вообще, просто сейчас буду плакать. Да. Очень жаль, что все это не получится увезти. Очень рекомендует. Это же хлебница. Нет. Как классно. Да, такой был у кровати. Вообще, у нас тут такие? Да. Ну что, нам нужно заказывать этот корабль. Такая палочка красивая. Полочка. Мне кажется, это бы нам такое не было. Да, палочка прикольная. Двери. Двери на продажу. Да, такие двери. Вот этот комод красивый, на котором она стоит. Можно, могли это так просто? Я думаю, что... Да, можно заказать доставку. Конечно. Но мы не знаем, когда мы вернемся. Получается, мы идем, а скорее всего. Такой торшер из корня. А вот если вы не знаешь, что... Такое такое поставить в базу. Красиво смотрит. Да? Да. Там такие ширмы из корня. Мне нравится зеркало. Четыре тысячи. Зеркало, да. Слушай, зеркало. Красиво. Красиво. Вот. Ширма такая из корней или из чего-то. Да, в спальню справа от кровати поставить, да. Тут столько всего из... Я не знаю, корни или это просто палки. Да, просто вот это уже точно панно. Все. Из палочек. Ну, она такая красивая. Да. О, я, кстати, регулярно думал, наверное, тут разуюсь, я не знаю, зачем тут коврик. О том, чтобы сделать домой вот такое панно. Вот здесь, что получится. Это все здесь ощущается, как вот этот дорогой магазин с индонезийской мебелью на Петроградке. Только оно здесь дешевое. Ну, в смысле, не очень дешевое, но оно стоит столько, сколько оно должно стоить. Если ты его вполне можешь стоить. Да, ты можешь себе это позволить, да, да, да. Там классный комод за 30 тысяч на наши деньги. Продолжаем наше путешествие по красивым магазинам. Я не знаю, как мы загрузим все домой, но мы купили маленькую прикольную шкатулочку. Еще у нас есть деревяшка в моих руках. И может, это не конец. Во. В принципе, в том магазине не обязательно все это покупать. Где 30-летний магазин. Вот здесь есть с очень адекватными ценами все вот эти, опять же, наверное, панно или как-то так. Вот за 4,5... Нет, за 4,5 наверху. Потрясающе абсолютно. Ровно как и это. 4,5 тысячи бат. Вот это что-то в районе 12 или 13 тысяч. Тут такое количество всего, что много уже просто даже не снимаешь. Окно такое. Ставни, да. 7,5 тысяч. Интересно, вот есть бешеная дверь. Бешеная дверь стоит... 40 тысяч. В общем, деревушка, в которой челюсть чуть-чуть отвисает. Ага. И слезки льются граники, потому что ты не можешь это очистить. Да, да, да. В этом есть плюс путешествий. На машине куда-то что-то не думаешь о том, можешь ты забрать или не можешь, ты просто грузишь это в машину, да. А когда у тебя самолёты 23 килограмма, то ты можешь купить пару маленьких штучек, и в принципе всё. А так хочется забрать оттуда какой-нибудь комод, или вот эти панно на стену, они просто изумительные. Если ты у нас ещё можешь хотя бы какой-то похожий комод отыскать, то такую вещь... Ну, она будет стоять очень много денег. Деревня зонтов. Я туплю, я уже с третьего раза это видео записываю. Господи, я сначала не мог вспомнить, как называются зонты, потом назвал это рынком зонтов, но это деревня зонтов.